Семь дней в поезде. Это легендарный путь. Только ты, поезд, своя комната, коридор соседей и станции, где всегда выходишь. Только в поезде узнаешь, увидишь настоящие россияны. Это была самая впечатляющая поездка в моей жизни. Готов? Поехали, да? Сейчас. Хорошо. Я куда смотрю? Вот туда? Вот туда. Да? Хорошо. Да, поехали. Привет. Меня зовут Махил, я голландец в России. Этим летом я очень много путешествовал. Я был на Ямале, на самый север. Ну ладно, почти самый север. Я был в Астрахани. Я был в Оренбурге, в Пермском крае. Очень много впечатлений. Но, наверное, самая впечатляющая поездка, именно поездка, это было 7 дней в поезде. Да, вы понимаете, я путешествовал на Транссибирске, Маэстралии. Москва, Владивосток. Это было вот столько впечатлений. Это было очень круто. Я всё помню, как будто это было вчера. Вот столько впечатлений. Я хотел сегодня с вами поговорить об этом. Какие самые впечатляющие моменты были. Что понравилось, что нет. Москва, Владивосток. Почему? Да, почему? Да, почему на поезде, на самолёте, 9 часов, красота, вот смотришь из окна и вот прилетаешь, один день. Ну, потому что это легендарный путь. 7 дней в поезде. Ты ни в гостинице не останавливаешься, ты никакой город увидишь, гулять не пойдёшь. Только ты, поезд, своя комната, коридор соседей и станции, где всегда выходишь. Почему поезд, да? Ну, я очень хотел увидеть, ну, кто, я уже долго живу в России, я немножко знаю, кто такой русский, российский, кто здесь живёт. Но мне сказали, только в поезде узнаёшь, увидишь настоящие россияне. Поэтому, вот, я решил, что мне нужно на поезде. И ни СВ, ни копей, нет, плацкарт. Открытое пространство, потому что это место для общения. Это место, где можно встретить, встречать с людьми, с разными. Я вам скажу, это был правильный выбор. Да, поэтому плацкарт, 7 дней поезд. Тоже мне рекомендовал плацкарт ехать. Мой, как называется, двоюродный брат. Он, ну, лет 5 или 10 назад ездил на этом поезде тоже. Правда, в Владивосток, Москва это было, но неважно. Такой же путь, и он сказал, это была самая впечатляющая поездка в моей жизни. Ну, что, поехали тогда, 7 дней. Что ожидать? Я думал, что это будет очень сложно. Это будет сложно, что нет приватности. Потому что ты, вот, твоя кровать, вот другая, другая. И коридор, вот всё открытое, да? Приватности нет. Я думаю, это будет плохо, сложно. Также, мало, мало движения. Ещё время, либо лежишь, либо сидишь. Ну, ладно, немножко стоишь, вот по коридору гуляешь. Но это тоже не особо, потому что люди сидят. Мало движения. Вот, вот это я ожидал. С едой, да? А, с едой. С едой. Ну, что с едой? Ну, я не ожидал проблемы, потому что мы же на станции... Ну, вот, в целом пакете у нас еда будет. И мы на станции приезжаем, и можно там купить что-то. Поэтому я не ожидал проблемы в этом плане. Ну, короче, поехали. Всё купили. Паспорт обжали. Начинается Ярославский вокзал. Поезд длинный, конечно. И мы зашли. Я увидел свою вип-комнату. Планцкартная комната. И мне это было приятно. Что приятно? Мне было приятно, что было мало людей. Мы там с женой сели. У нас там вот... У нас там нижние кровати. Вот верхние, вот, пустые были. И только там, в коридоре, вот, одна женщина сидит. Спокойно. Мне это понравилось, чтобы можно было спокойно привыкнуть к новому месту. И к людьми, которые, вот, ещё будут. Да. Короче, мы сели спокойно. Соседей мало. Поехали. Сразу спать. Какие? Ну, это был первый вечер, да? Вот, семь дней ещё впереди. Какие у меня самые сложные, какие у меня самые впечатляющие моменты в этой поездке? Ну, наверное, самое впечатляющее, это было, когда большая группа зашли в поезд. Четыре командира и группа пятнадцать-двадцать срочников. Они зашли в поезд, сели тоже. Они довольно спокойно, я бы сказал. Это было хорошо. Но, их было много. Некоторые из них тоже храпели. Или, может быть, это не они, а другие соседи. Не знаю. Но, вот. И у них столько много разных, так много разных историй. Они, да, идут на службу сейчас. Но, у них своя история. Вот, один пожарный, лесные пожары тушит. Другой ИТ-шник. Вот, ещё другой, он музыка делает. Другой уже работает с двенадцать лет. Так у всех разные истории. Поэтому, самое впечатляющее, наверное, было историей людей. Именно людей. Вот, были эти срочники. Был человек, который ловил пираты. Самый весёлый узбек. Рядом с нами сидел. Который заботился и одеялочко укрывал. Да. Да, заботился, правда, да. Мне не было холодно. Я вот так лежал, просто приятно. Но, он думал, что мне холодно. Он укрывал. У них, кстати, много детей. У них сколько детей, не помнишь? Трое или шесть? Шесть. Шестер. Что, трое? Шесть. Вот. Весёлый. Да. Не уставший. Ну, наверное, мама, его жена хорошо заботится о детей. Или, может быть, мама. Вот. Поэтому людей разные истории. Просто говорить с ними и узнавать, как люди живут в России. Какая у них жизнь, какая работа, почему они на поезде ездят. Почему на поезде ездят? Может быть, тоже семей или поменьше. Короче, это было, наверное, самое впечатляющее в поездке. Это было самое интересное. Это была, может быть, главная причина, почему поехали на поезде семей. И это было впечатлением. Это впечатлило. Очень интересно было рассказывать. это общаться с людьми. Сложные моменты были тоже. Например, тот момент, когда еда закончилась. Ресторан в поезде не работал почему-то. И на этот вечер мы не останавливаемся на станции. То есть нет возможности купить. Как мы это будем решить? Ну я вам говорю, что это все нормально получилось. вот хорошо поели потом. Очень хорошо я бы сказал. Но это были сложные моменты наверное. Хотя я да, ну да, это было сложно. Интересно тоже. И сложно тоже. Ну семь дней сидели, лежали. И в конце вот здесь Бока Бока да называется они стали как называется старые. уставшие они уставшие устали они лежать. Ну конечно я на каждой дистанции выходил гулять, но все равно много сидишь и много лежишь. Поэтому да интернет очень плохой. Я понимаю, что интернет плохо работает между станциями, между городами. это логично, это такое расстояние. Но на станциях я ожидал, что будет нормальный хороший интернет. Можно загрузить тексты и фотографии и видео, но зря я это думал, потому что интернет нехороший был. Но короче были хорошие моменты, были сложные моменты. Вопрос поехал бы еще раз? 100% да. Поехали завтра, поехали еще раз. Я готов. Я знаю, много зависит от соседей, и у нас были самые крутые соседи в нашем мире. Но я думаю, если завтра поеду, у меня опять будут самые лучшие соседи. Просто другие. Эта поездка, я вообще не уставал. Когда мы приехали в Владивосток, я думал, ну, можно еще неделку. Нормально я себя чувствовал, но с другой стороны, я был рад, что я мог двигаться побольше, гулять немножко. И это было приятно, но я готов ехать еще раз. Сейчас, когда я сутки в поезде, это ничего, это время летит, как будто вот сели и приехали уже. Поэтому после такой длинной поездки, все поездки короткие. Как родители мои реагировали? Ну, я им заранее сказал, что вот я поеду 7 дней в поезде. С детьми? Нет, дети у бабушки будут. А так сказали, вот мама сказала, 7 дней махила, это очень долго. Нормально будет? это будет слишком долго. А папа сказал, молодец, махил, езжай, я с тобой поехал бы. Ну, вот, это мой папа, да. Он такой, он готов к приключению, даже такие 7 дней в поезде. И во время поездки я звонил с ними, и они спросили меня, ну, что, как поездка? Сказал, ну, все отлично, интересно, интересные люди. Мама сказала, ну, махил, к приключению тебя. Я не поехал бы, я не поехал бы, но ты молодец, все ты это делаешь. Вот. А после поездки, вот, папа повторил, я хочу тоже. Поэтому, может быть, когда они приедут в Россию, может быть, ну, может, папа тогда, может быть, мы вместе, вдвоем поедем во Владивосток.